Девушки отдыхают 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 Абсолютно разные вещи. И они никогда не повторяются. Даже в видео этого не повторяются. Значит, шановный суд, в 21.04. у нас в первом судовом заседании по всей справе был позаврачен, самозванным позавраченцем, но уже пошло. Надо бы вот этот документ на камеру показать, чтобы потом не было вопросов. Смотрите, какой ценный документ. Значит, данный документ не містит кому он. Не містит даже много раз правы. То есть не містит ничего. Кроме того, естественно, письма читаю. Цим диском жидно-будивельник оператива «Сток-24» поведомляет про те, что нарукование надо читать. Шановный суд, надо читать. Потому что от этого зависит сумки. Шановный суд, пожалуйста, послушайте меня. Вы мне перебивайте и решайте меня право. Опять? На правую голову. Вы согласны? Я полезно. Я даю пояснение. Вы согласны? Мы оголошили в минулом судовом заседании. Я акцентую внимание на то, что тут написано. Вы ее не оголошили. Вы ее не оголошили. Это есть видеозапис. Вы ее не оголошили. А я прочитаю, тут две строки есть. Цим листом жидно-будивельник оператива «Сток-24» поведомляет про те, что нарукование за послуги опалывания по квартире номер 59, улице Косёров 49А, властных штурм финансов действовалось на розмер опалывания площади 329. То есть любой, даже не юрист, спросит, а за каким период? А по каким тарифам? А с какими входными данными? То есть тут нет ни посыланий, ни на что, даже непонятно, за какой период речь идет. Значит, возникает пытание, если это очень ценный документ, который суд в порушении ст. 303 пункта 2 принял, и без этого нельзя ничего сделать. Тогда возникает вопрос, а что было на суде первой станции? То есть, как Краснодар Чайкина, а только Владимировна, произвела перерасчет без этого ценного документа. То есть без расчета по факту этого ценного документа мы длинуться дальше не можем. То есть я, честно говоря, хочу очень сильно вопросить суд, чтобы ухвалу про то, что вы приняли эти документы, было письмо, потому что мы их хотим оскажен в констатильном порядке, потому что это, ну, такое грубейшее нарушение закона. Поэтому, если можно, ее додать нам для оскажения письмо в виде по 21 числу и по сегодняшнему числу, что вы приняли данные документы с правой. Потому что это прямо заборовано на закон. Так как этот документ ценный, и начисление уже автоматически, то есть Владимировна доказала, что госпожа Чайкина провела неправильно, потому что у нее же не было этого ценного документа с правой. То есть у вас каждый день рождаются новые документы. Значит, мы имеем право произвести расчет. Вот было с какого-то, но это, наверное, не пять минут. Потому что мы попытались произвести расчет после 21 числа. Вот справа, вот она, я ее специально фотографировала, печатал. Я попытался найти, что же мне сверять его. То есть как мне произвести расчет. Я не смог этого сделать, потому что нет ни тарифов, нет ни периода, нет ничего. То есть это называется замыливание очень. То есть вот, пожалуйста, когда вы спросили, у вас 52,9 квартира, потом увидели здесь, о, 52,9, значит сходится. Все, все отлично, все хорошо. Это называется договорняк на нашу группу. Само у нас справа. Так, давайте будем стоять за нормальными словами. Без вот этих договорняков. Это раз. Скажите мне, пожалуйста, все документы, которые могли, когда ты надал суд, надешли до суду 16 травня 16-го року. 16 травня 16-го? 16 травня 16-го року. Дело в том, что вы приходили... Так, дайте мне не высказаться. Да, сейчас слушаю. Надешли. Что касается ваших лопатаний, если вы надавали до суду 6-го червня, 7-го червня, вы были судовыми заседанными, вам працивники аппарату разъясняли право знакомления с материалами, чего мы не ознаемы с теми материалами справа. Вот свитки есть. Не надо нам свитки. Я пытаюсь... Я пояснюю. Пояснюю. Вот... Когда вы с кого приходили числа? В понедельник? Да. Вы пришли на понедельник. Когда... У нас человек, что нет. Никакин. Нет. Да он сказывался с вами. Это было числа, сейчас скажу точно какое число. Когда первая группа пошла. 6-го числа. Они пришли. Секретариат пришли. 16 травня 16-го року. Не знаю. 6-го числа. Пришел к секретарю. Приходили. Вот еще свидетель, которые вдвоем приходили. Они попросили узнать, есть ли какие-то документы. Если какие-то документы надавали, значит вас приводится. Они свернулись до секретаря. А секретарь ваш. Созвонился с помощником. Кто ваш помощник? Зезувало. Они сказали, ничего нет. Вот ничего нет. Какие документы? Вы же сказали нам, что нет таких документов. Мы не знали про определенные документы. Скажите, пожалуйста. Помощник мне не сказал, что приходят представители. Я не сказала, что кто там сказал. Мы не помятали, что есть документы. Не правда. Представитель сказала. Не правда. Це не відповідає дичності. Так. Це я скажу, что не так сказали. Лише я ничего не знаю. Часу у вас не було знайомлено. Вы сказали, что не было знайомлено. Пятый клопотание про все 316-вы. Они немножко отличаются. Воно мне не отличается, 5 клопотание. То по опаланню. По 316-вы и те же самые вопросы. Нет. По опаланню. Извините, да? Написано по опаланню. То есть первое клопотание… Ну, раз для нам осталось оба. Потому что питание те же самые. За кими тарифами проводятся перерахунки. По 7 вымов мы за эти те же самые тарифы. Потом, за этими формулами, то, что после перехода, только по всем вымогам. Тут по одной, в этой логике, по квартире, а тут по всем 316, как вы пишите, вымогам. Это же вымога. Какие входные данные вы используете? Ну, те же самые, питание только это. Ну, в принципе, да, вот тут. Пятый будет обобщенный. Так, значит, вы просите, чтобы суд вам отдал такие подъявления. Или позывайте, или суд кто-нибудь. Что касается этих питаний, то, сгидно материалов, которые наданы, и долучены до материала справы, я перечисляла, там есть вытворицы, тарифы. И, по-друге, судный главы нам вам, чьими законодавствами просмотрят, чтоб он вам давал вытвори, по каким-то информациям, какие формулы проводят перерахунки. Будь ласка, узнаемтесь со всеми вот этими документами, и, как бы, перерахунки. Значит, в этих попаданиях суд вам измогляет. Суд вам измогляет. То есть, мы... Визмогляет в том, что в ходе адаптации вам вид поведет. Что вы тут, я же не... Нет, подождите, аж вы просили... Поведомление поведет, что не поведет. То есть, вы считаете, шановный суд, извините, давайте, минуточку, вы считаете, что здесь есть вид поведет? Вы действительно так считаете, что это вид поведет? Это акты. Это акты. Я вам сказала, что суд вам сильное клопотание, и, по-друге, вам не может задавать. Почему? Почему? Суд не поведет, чтобы вывели, чьими законодавствами подзмотрены. Есть материалов справ, материалы. Я слышу, последний пункт. Вот решение, это суд вынес. Я пишу, оно вам не подобается. То есть, мне нельзя достижувати доказа, правильно? Понялось? Мы в суде дослеживаем доказы. Я не буду дослеживать доказа, но так вот, естественно, горячим посчитать. Так не бывает. Мне для этого надо часто. Это факт. Наступные фактами. Я вам могу дать, сейчас, пока мы разглядываем наступные справы, вы ознаемтесь всеми документами. Вы, наверное, извините, шановный суд? Яким вам это... Шановный суд, это бухгалтерия. Это бухгалтерия, понимаете? Тут сколько ваших бумажек здесь? Это бухгалтерия, понимаете? Я вам сказала, что все документы, эти шестнадцатого травня... Вы мне их выдали шестнадцатого травня? Вы меня повидомили про шестнадцатую травню? Шановный суд, если вы хотите разыграть комедию ради Бога, мы передадим это... И вы же не для комедии это снимаете. Мы снимаем это для Набута, ряд прокуратуры. Если вы хотите разыграть... Не надо нас под прокуратурой пугать. Зачем разыгрывать эти комедии? Зачем я должен это изучить? За сколько? За 15 минут? Я должен за 15 минут это изучить? Вымовьи уже не повага, это участники процесса. Наступное глупотание. По счёту усунения порушений вемов ст. 303, 207 и 304 ЦПК Украины. Так уж выросли, значит, выконати вимови 304 зачитать справжнюю фабула. Фабула уже была зачитана. Она не справжняя. Она не наша. В сумме по нынам всё апеллитив искала зачитана. Вы прочитали правила. Да дайте мне сказать, в конце концов. Вы что меня забиваете? Уважение к суду должно быть какое-то или нет? Я вам только говорю, что фабула была зачитана. Она неправильная. Это ваше такое мнение. У нас есть видеозапись. Зачитать позывача або надати важливость представнику відповедача надати наступные питания. Як заходи проходила процедура доказывания? И так далее. Чим конкретно року проходила зверка на руководство для подтверждения каждого за 316 ремок? Где у справи назвать конкретные акты у справа месяца разрабатывания и формирования данных, и другие подтверждения документов для каждого за 316 ремок? Чему позывач постепенно категорично отмывается на повалтиской зверхой? Чему позывач постепенно категорично отмывается надавать доказательства для отчета судов? Это ваше такое питание, чтобы мы задали... Или я буду задавать? Мне нужны конкретные ответы. Все питание вы уже на кутизе возле дискарма приймного питава. Че нужно? Когда? Встань, пожалуйста, за питание. Когда? Встань. Так, я буду задавать. Можно я? Нет, я. Запитати вас за врача. Як заходи проходила процедура доказывания в суде большинства. В день и 2015. Ну, окей. Давай. Давай. Давай шум. Виталий. Я не могу вам не бачить. Вопросов, когда мы были... То есть вы считаете, что это было доходно? То есть вы считаете, что это было доходно? Значит, в сторону звертаетесь до судеба. До суда западаемо. Я слушаю обставленную справку. То есть вы не помните это, да? Сидайте, сидайте. Вы доручили нам за питание. Я просил сам задать вот так. Нет. Вы написали нам за питание. Сидайте. Тогда у них очень нет. Тут очень нет питания. Мы даже взяли документы. Мы до суда подаем, подается все поставки, все документы. До торгового заслуга. Я чувствую, что это больная, а мы берем тысячи документов. Теж до того, как это было. То есть это было 3-го числа? Вот так. Вот так. Представник. Ой, вот так. Чим конкретно 3-го орудия 15-го року проходила сбирка на Ракувань так и тверждение кожной с 316-го. Я не знаю, чем это называть. Ну, я говорю. Мы подали, главные подали документы. И как они нас загорали? Конечно, они не занимались здесь. Спасибо. Так. Делу в праве. Конкретные окошки на сваду месяца. Разракун. Реформу, предмедляемый тариф, Нижний подкрышный документ для кожной с 316-го. Что вы креолистровы, что она подавалась на вопросе креолистровы? Аркучу, назовите. Что вы подсказываете? По памяти назад не могу. Покажите. Вот, 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 права. Вот, я еще раз прошу. Все молчат. Хорошо сейчас. Кто-нибудь выстрелил, все выйдите из зала. Вы дайте ему. Ну, вы же не ответили. Мы попросили Аркучина с вашей. Вы уже обомнили. Вы уже обомнили. Вы же обомнили. Вы же обомнили. Да, вот. Вот, вот. Вот, вот. Посадите, пожалуйста. Аркучи справа. Где? Где это мистится? Опья всей справы. Вы там можете назвать? Назовите Аркучи справа. Аркучи справа можете вы так? Конечно. Не можете. Потому что там их нет. Правильно? Почему позывач постей на категоричный выдмавляется ли бухгалтерская сбирка с этой передачей? Седайте, как с вами. Зайфу, главное, что сбирки даёт много. Вот, вот, вы листите постправово-инезадарственной организации. Так я вообще не могу читать. Он подъедет. Он подписанный нами. Подписанный. Вы тоже можете быть выдален из баллов. Кто вы такие? Нет. Вы только из судов. Мы с ясною обставку справа для ухваления решения. Вы задаете лише... В частности, они на меня не звертались. Они на меня не звертались. Они на меня звертаются нам. Заявою звертались, что надо их обратить. Кто правил на эту организацию? Так. Почему позывач постей на категоричный управляться надаватый доказательный? Ну, если у вас есть на увазе правово-инезадарственной организации, то, на мой взгляд, я не даю виплом интернации вести, потому что я не знаю, что это организация. И не повинен мне вообще ответить. У меня есть рефлика, потому что они не припоедают действия. Во-первых, был информационный запут. В деле лежит запут, письмо, вернее, от 13-го липня 2013-го. Тут написано, что оно отримано, Дороденко. Вот оно с удовольствием. Оно в деле есть. У нас в порядке. Сперевал, в сереволе. У кого они переходят до нас? Я показываю, что человек лжет. Под видеофиксанства лжет несколько раз. Я имею право продемонстрировать 22 статья. Мы посмотрем. Вы посмотрите. Вы поведение мое. Вы искренне однозначно. Мы не скажем. У вас всегда. То есть аркушу справа, я должен записывать полученный ответ. То есть аркушу справа нам не назвали. Не проведение насти питание, вы иногда дали. А аркушу справа не мое. Понятно. Продолжение следует... 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 Суды должны за всех обстоятельств действовать безсторонно, чтобы обеспечить отсутствие правомирных подставок у граждан, подозревать какую-то упереденность. В этом подношении безсторонности должно быть очевидно, как во время выполнения судов и функций, так и других действий. Это европейские нормы. Клопотание. Поэтому, когда говорите без подставок, отвод, статья 20 пункта 4 и другие, и другие подставки не доверяют суду. Значит, вы фактически, ну, людям лжете, потому что нет подставок. Потому что подставки есть очевидные. Клопотание. Про надание часу на знайомление и изучение документов по заявлениям, про которые оглашены в суде 7-го и 6-го 2016 года. Но 7-го и 6-го 2016 года по заявлению судов и конкурсу передача у судов посадки документы 50-ти динамбуш, в большинстве тих актов, которые были выполнены по заявлению и ничем не подтверждают. Так, журтого комплекта документов, которые доводят к завершению господарской операции, нет. В связи с большим количеством документов, которые только наданы, и невозможно выучить их в короткий период, просим суду надать ответственникам час для выучения документов, надание заперечения, я не могу за 15 минут написать заперечения. Это уже перебор. Заперечения и проведение перерахунок не меньше 10 дней. Так помолчите, пожалуйста! Пожалуйста, подождите! Пожалуйста, задитесь! Ваше выступление! Ничего в кадре! Ничего не нарушаем! Пусть меня в кадре! Вы все время нарушаете! Все время! Непрерывно! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...